Лёд тронулся. ПАСЭ утвердила механизм для увольнения скандального главы Педро Агромунта. Также депутаты Ассамблеи рассмотрели вопрос борьбы с коррупцией. Говорили и об Украине. Какие еще темы поднимали в Страсбурге, расскажет Ирина Иванова. Договориться по-хорошему не получилось. После дважды сорванных соглашений о добровольной отставке, парламентарии решили внести специальные изменения в регламент. Для этого пришлось экстренно менять повестку. И сегодня с самого утра депутаты дискутировали о возможных нововведениях. Документ об изменениях регламента подготовил делегат из Швейцарии. К рассмотрению этого вопроса подключились все политические группы, представители всех национальных парламентов. Благодаря этому нам удалось заполнить огромный пробел в регламенте, чтобы сделать возможным увольнение главы Ассамблеи. В ПОСе обращают внимание, речь идет не об импичменте, а именно об отставке, поскольку процедуру импичмента можно проводить только на основании уголовного дела. Но и уволить Агромунта в ближайшее время почти невозможно. По словам депутатов, скорее всего процедура затянется до осени. Сам Агромунт, по некоторым данным, сбежал из Страсбурга в Испанию. Надежды на то, что президент добровольно сложит полномочия до осени, тоже нет. Тем временем уже стало известно имя кандидата на пост президента. Новый президент будет отходить социалистов. И мы уже провели голосование в группе. Большинство голосов, тайным голосов, выбрали представника итальянской делегации, голову итальянской делегации, Николетти, Микело Николетти. Он будет следующим президентом. Я уверена, что это будет совсем другая история, совсем другая президентство. Это очень добрая человек, очень высоко освещена. Он профессор из политологии, выкладывающий профессор. Во второй половине дня депутаты рассматривали вопросы коррупции. Например, взяли опыт Великобритании, Украины, Нидерландов и Испании. Главная рекомендация Ассамблеи для эффективной борьбы с коррупцией – наличие независимого аудитора. Сейчас в Украине мы имеем эти три агентства, которые сегодня созданы, которые должны бороться с коррупцией. Но эти агентства должны быть ответственными и независимыми. И должны аудитироваться. И, как вы помните, в парламенте были попытки выбрать от парламента аудитора, который не имеет никакого опыта, который не был рекомендован профильным комитетом. И это было сделано владой. Это была попытка манюпулировать этими независимыми органами. Я сейчас скажу про НАБУ. Поэтому эти репорты в Ассамблее подкресливают, что важнейшим есть вопрос независимости этих органов. И независимого аудитора, независимых экспертов, которые проверяли деятельность НАБУ и других наших антикоррупционных агентств. Также Ассамблеи обращают внимание на важность журналистских расследований в борьбе с коррупцией. И советуют странам создавать фонды, которые будут финансировать проведение объективных расследований. По словам представителей украинской делегации, такой законопроект можно подать и в наш парламент. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.